Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 5 февраля 2015 года. Сегодня в программе видеопортала трейдеров и трейдеров начинается передача торговый план. С вами Игорь Суздальцев, ведущий видеопортала. Ну что, коллеги, начнем сегодня с новостей. И новость у нас главная сегодня одна. Она покажется вам удивительной, но поверьте мне, она окажет огромное влияние на ход событий сегодня и в течение, может быть, всего месяца. Новость такая. Новость такая. Конечно, никто, ни охранники магнита, ни, тем более полиция, не хотели смерти этой бабушки. Но вот такая трагедия случилась. И, казалось бы, дело можно закрывать, сдавать в архив. Но тут выяснилось, что бабушка была блокадницей. И это меняет все. Причем не только в полиции, не только в магните. Это меняет все в стране. По следующей причине пять основных обстоятельств, которые дают нам не просто новость, а дают нам основную торговую идею сегодняшнего дня. Первое обстоятельство. Блокадники пользуются в стране особым уважением. И поэтому то, что блокадница была вынуждена в 2015 году идти воровать три пачки масла, а это, естественно, на жизнь, это не предмет роскоши. Это воруется, продовольствие воруется, чтобы выживать. Так вот, чтобы блокадница пошла на кражу трех пачек масла, это говорит о крайней степени обнищания человека. И, конечно, это вызовет сильнейшее эмоциональное потрясение в стране. Каждого, ни одного человека не будет, которого это эмоционально не затронет. Это я не знаю, каким надо быть деревом, чтобы это не затронуть. Второе обстоятельство. 2015 год – год 70-летия Победы. Власть активно говорит о том, что они поддерживают ветеранов в этот день, много денег выделяется. И здесь встает вопрос. Если блокадница пошла воровать товар на сумму 300 рублей, то где выделенная помощь? Если бы у нее были деньги, она бы в жизни эти копейки, товар на эти копейки не стала бы воровать. Зачем? Любой нормальный человек, неужели пойдет, имея деньги, пойдет воровать? Нет, конечно. Поэтому здесь вопрос возникает, куда правительство делать деньги. И под эту эмоцию правительство может слететь просто на раз. Одно дело, когда дворцовые перевороты, интриги – это одно. А когда пойдет тотальное возмущение и вопросы о судьбе выделенных денег, могут слететь просто как никогда быстро. Третье – обстоятельство, о котором мало кто знает. Все знают, что Владимир Путин, президент России, родом из Петербурга. Но мало кто знает, что у него был старший брат, который умер в блокадном Ленинграде. Естественно, для Владимира Путина, хотя у него нервы нормальные как бы, но это будет эмоциональный удар, без сомнения. И вот под эту эмоцию, если там еще, так сказать, некоторые люди усугубят, а уже, так сказать, общество блокадников Ленинграда уже начинает эту тему активно обсуждать. Под эту тему магнит могут просто обанкротить за час. Это я вам серьезно говорю. Под эмоцию махнуть шашкой, тем более возможности есть, да легко. Судьба магнита висит на самом деле на волоске, хотя сам магнит может об этом не догадываться. Четвертое обстоятельство. В декабре, вы помните, была встреча Владимира Путина с ведущими предпринимателями России. Господин Галинский без сомнения входит в это число. Он один из богатейших людей, участник списка Forbes, и он должен был обязательно быть на этой встрече. Но его не пригласили. То есть, можно сделать вывод, что отношения Господ Галинского и Путина не безоблачные. И поэтому, скажем так, эта ситуация может их еще более усугубить. Не безоблачные, стал могут стать еще более облачными. Совершенно это, так сказать, очевидно, потому что иначе бы, если бы были нормальные отношения, сидел бы господин Галинский и поправил руку от президента на этой встрече. Но его там точно не было, его точно не пригласили. И, наконец, пятое обстоятельство. Вчера вечером внезапно господин Галинский начал продавать 1,1% своих акций. Буквально ночью срочно заполняет книгу заявок. Продавать будут уже сегодня утро. Объявлена цена общая стоимость 150 миллионов долларов. А объявленная по источникам РПК, цена будет продажа будет 9,900. Ну, алло, господа, вчера магнит закрылся 10,340. То есть, значит, сам Галинский уже знает, что будет ценой его акций сегодня на открытии. И, на мой взгляд, совершенно очевидно, что будет даже больше, чем он может быть ожидает. Ну, во-первых, да, то сам факт, что он собирает деньги, ну, совершенно очевидно, для чего он их собирает. Так сказать, нужно иметь небольшой запас. Ну, вдруг, мало ли, по каким делам срочно надо будет улететь в Лондон, это понятно. Во-вторых, пока акции лучше-то стоит, надо продавать. Это совершенно естественно. Вот, и поэтому сегодня основная торговая идея, исходя из всех этих пяти факторов и обстоятельств, можно сделать очень простую. Продажа акций магнита, причем продажа на открытии. Потому что в течение дня многие политики, я думаю, захотят высказаться по этой теме. И каждый из них будет продавливать акцию все ниже и ниже. Не буду кошмарить рынок, но процентов минус 5 сегодня по итогам дня мы можем увидеть легко. А если вдруг выступит еще и Владимир Путин, то я даже боюсь называть эту цифру, которую мы можем увидеть. Тогда в этом случае ситуация может напоминать ситуацию с ЮКОСом, Мечелом, АФК-системой и так далее. То есть нестабильную, непонятную, требующую дальнейшего рассмотрения и решения. Вот такая основная идея дня. Продажа магнита на открытии. Я думаю, что никакие другие сегодняшние корпоративные истории, даже истории нефти, не смогут эту идею сбороть. Хотя по нефти мы, похоже, немножко тоже поговорим. Ну что, давайте основную тему я озвучил, все остальные темы обсудим по ходу и в процессе, скажем так, беседы с нашими гостями. Значит, у нас гость сегодня очень долгожданный, Майя Зотова. Майя, доброе утро, если вы готовы, мы рады вас услышать. Так, сейчас, одну секундочку. Настроена. Все, Майя уже в эфире. Доброе утро, Майя. Да, доброе утро, Игорь. Давно не виделись, давно не слышались. Но дело в том, что очень активно началась вообще неделя, первая после праздника. И она до сих пор такое ощущение, что продолжается, хотя уже целый месяц прошел. Да, шел тридцатый день недели, да? Да, и все время, и все работа, работа, работа. Я надеюсь, что работа с нами будет оставаться всегда, потому что это на самом деле ценная вещь, которой дорожит каждый человек. А сегодня мы хотели бы все-таки осмотреть рынок, да, что у нас происходит, обсудить мои позиции. Наверняка всем интересно, какие перспективные идеи есть. И, соответственно, что будет с нашим чудесным рынком. И начать я хотела с того, что продемонстрирую свой рабочий стол. Традиционно, вот, я подключаюсь к демонстрации. Он спрос спрашивает вас поделиться, вы нажимаете поделиться и окей. Дело в том, что за это время программа изменилась уже два раза. Вы нажимаете поделиться, да, да, да. Мы апдейтаемся регулярно. Поэтому вы нажимаете демонстрация рабочего стола, поделиться, начать демонстрацию. Там вас спрашивают поделиться. Вы засвечиваете экран поделиться. Там есть экранчик один. Делаете его синим. Так. Воспользоваться демонстрацией рабочего стола, установить новое расширение. По ссылке. Устанавливаем, да. Это секунду займет. Соответственно, на самом деле, очень такая неблагоприятная обстановка у нас сейчас, на текущий момент в России происходит. Поэтому на текущий момент, на самом деле, не так сильно много что поменялось. Единственное, что, значит, сейчас добавить, да? Да, добавить, поделиться. Поделиться. Вы, когда нажмете второй раз начать трансляцию, что вы скакиваете? Сейчас, секунду. Да, давно, видимо. Так. Угу. Так. Нажимаем начать трансляцию. Пошло что-то. Нет. Спросят опять вас что-нибудь. Я уже вижу. Угу. Так. Так, Майя, демонстрация рабочего стола, вы нажимаете, да? Да, я нажимаю, но она опять выскакивает в то окно. Поделиться или что выскакивает? Выскакивает окно «Поделиться». Вы засвечиваете экранчик и нажимаете «Ок». Вы не видите, да? У меня рабочий стол. Нет, нет, Майя, когда вы нажимаете «Начать трансляцию», выскакивает вопрос «Поделиться торговым экраном». Вы засвечиваете экран сам. Вот нажмите на «Поделиться». Давайте еще раз перейдем. Добавлено в трон пишет. Так. Ну, хорошо, Майя, давайте тогда озвучим, раз уж не получается графики показать, тогда озвучим ваши идеи. Да, давайте тогда без графиков. Значит, к сожалению, вы не видите мои графики, но я тогда по ним пробегусь. Вы меня хотя бы видите? Это уже вас. Значит, будет сегодня только я. Значит, мы в том году пробили минимум 12-го года. А также минимум 2010-го года, что, в общем-то, очень печально для нашей экономики, скажем так. И сейчас, на текущий момент, мы находимся на уровне 55-47, ну, по крайней мере, на тот момент, когда я готовила графики. Это минимумы 2008-2009 года. То есть мы успешно, благоуспешно прошли минимумы 2010-го года и спустились на уровни, когда, скажем так, у нас экономика и наш бюджет становятся очень неустойчивыми, да. И, скажем так, что кризис, он приближается к уровням 2008-го года. И не факт, что, скажем так, эта цифра, которая была у нас в 2008 году достигнута, это порядка 35 долларов за баррель. Это я говорю про нефть марки Brent. Соответственно, что она не пойдет далее, вот, как это было, собственно, с долларом. Но вот буквально в январе и вот в начале февраля у нас произошел некий перелом, скажем так, да, это пробой локального максимума месячного. Вот, он находится в районе 60 долларов за баррель. На самом деле такое достаточно знаковое событие, потому что до этого нефть она не отскакивала вообще практически. Соответственно, если дальше будет консолидация на уровне 60-57, вот, и выход выше уже к 61-62, можно будет спокойно брать данный актив, но, естественно, не на большую долю портфеля. Почему? Потому что достаточно, скажем так, конъюнктура рынка плохая, и мои фильтры показывают, что, в общем-то, на текущий момент брать большую долю в портфеле я не смогу. Вот, но это будет порядка 30-40%, не более. Поэтому я думаю, что нужно дождаться какой-то консолидации, не проваливания снова вниз к уровням, которые были обозначены ранее, да, это вот практически до 45-ти там был такой, знаете, прокол, да. Мы не фиксировались днем, соответственно, на этих уровнях, но, тем не менее, такие цены мы видели. Это, на самом деле, такое достаточно знаковое событие, которого не было, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть с лишним лет. Поэтому нужно очень аккуратно следить за тем, что происходит у вас с бумагами, что происходит у вас с вашими активами, потому что в любой момент может произойти все, что угодно. Значит, далее хотела бы рассказать немножечко про РТС тоже, который, значит, по нефти еще раз хотела напомнить, что я нахожусь на текущий момент без позиции и на уровне консолидации 60-57 и выход к уровням 62-63, и, соответственно, буду брать данный актив в портфель. Далее, РТС. РТС у нас, скажем так, идет уверенно вниз. Здесь даже нет никаких сомнений о том, что это понижательный тренд. Более того, я хочу сказать, что с сентября 2014 года у нас усилилось падение. Ну, если мы посмотрим на ММВБ, то ММВБ-индекс потихонечку растет. А вот РТС, это где у нас практически все бумажки наши российские есть, он сползает, что является, в общем-то, признаком кризиса, да, почему растет в ММВБ. На самом деле можно рассуждать достаточно долго, там, инвесторы покупают бумажки за дешевые рубли или куча других причин, там, по отчетности, соответственно, различных компаний. Но по РТС, это общая конъюнктура рынка, мы видим, что мы успешно сползаемся к минимуму 2008-2009 годов. Эти уровни были 55 тысяч пунктов. Это достаточно такие серьезные цифры, после которых непонятно, что еще будет. То есть, если мы вернемся обратно к доллару и посмотрим его, то мы прекрасно помним, что уровни 2008 года мы успешно прошли и продолжаем, в общем-то, новые и новые, скажем так, вершины покорять. Но, значит, глядя на дневной график РТСа, можно заметить все-таки такой ярко выражающийся, скажем так, торговый диапазон, да, в районе 55 тысяч, 85 тысяч. Ну, скажем так, прокол экстрема мы возьмем за нижнюю точку диапазона, и мы видим, что все-таки РТС, он консолидировался. То есть, он так же, как и нефть, не сваливается в гниф далее, да, ну, скажем так, они очень креируют друг с другом. И зафиксировался, скажем так, в таком положении. Я думаю, что после пробоя 85 тысяч пунктов можно будет попробовать, опять же, на небольшую долю взять данный актив в свой портфель. На текущий момент я нахожусь без позиции по нему, вот, и, соответственно, наблюдаем очень внимательно с тем, что происходит. Значит, по доллару против рубля хотела отдельно рассказать по тому, что у нас происходит. На текущий момент мы находимся на исторических максимумах. Вот, у нас был прокол, скажем так, очень активный, агрессивный, на уровне, там, 80-79, значит, долларов, рублей за доллар. Это достаточно такой, скажем так, тоже исторический момент, который мы можем наблюдать вот именно сейчас. То есть, многие люди, которые торговали или не торговали в 2008 году, даже и представить себе не могли, собственно, что такое возможно, и что такие графики мы, в принципе, можем увидеть. На текущий момент мы это наблюдаем, что будет дальше, к сожалению или к счастью, мы тоже не знаем, поэтому придерживаемся стандартной моей стратегии, тот, кто следит, тот, кто работает в моей стратегии. Собственно, я придерживаемся, значит, позиции вонг, 140% от депозита, соответственно, у меня есть. Здесь еще я хотела показать вам последовательные теннии повышательного тренда на недельном графике, где как раз мы видим, собственно, этот шип. Возникает очень много вопросов на тему того, что как меня не двигало по стопу и т.д. и т.п. Смотрите, я всегда в своих системах с расчетной цифрой беру цифру закрытия, поэтому, скажем так, фильтр, который у меня присутствует, его озвучивать я не буду, он основан на волатильности рынка и, соответственно, на одном из индикаторов, которые анализируют данные, соответственно, параметры, индикатор, скажу так. Значит, у меня по стопу не выбило. Соответственно, я всю ту же позицию, которую я держу с мая, я ее до сих пор держу. Кто-то там выродился, что у меня остальные нервы. Ну, в общем-то, да, достаточно остальные, и я абсолютно хорошо себя чувствую. Почему? Потому что год закрылся чуть ниже, чем я предполагала, да, и рассказывала вам. Но, тем не менее, это не помешало сделать прибыли порядка 89% годовых за 2014 год и среднегодовая по стратегии оказалась у меня 65%. Это очень хорошие доходности при риске, или, скажем так, у меня минимальная просадка, максимальная просадка в 2014 году была порядка 23%. С доходностью 89%, я думаю, может позавидовать любая система. И текущий год, соответственно, мы открываем все очень замечательно для моего портфеля. И, собственно, уверенно идем вверх. Порядка 35% уже заработано с начала года, а еще не прошло и месяцев. Значит, далее. Хотелось бы еще обратить внимание на золото. На текущий момент она находится в торговом диапазоне также, что не может не радовать, значит, порядка 100, а тысяча два тридцати, тысяча четыреста тридцати, да, вот такой вот небольшой диапазон торговый у нас организовался. И при пробое уровней тысяча триста, сейчас скажу, тридцать, тысяча триста тридцать, можно будет спокойно пробовать брать его. Ну, к сожалению, этот актив себя показал за прошлый год очень плохо, по нему не было ни одной прибыльной сделки, по нему были все сделки убыточные, было порядка пяти. Вот. Соответственно, были зафиксированы убытки по данной сделке, ну, по каждой из них. И на текущий момент, что-то у меня смутные сомнения терзают, потому что оно будет и станет какой-то такой более-менее приличный тренд, на котором можно было бы заработать, как мы, собственно, зарабатываем на долларе. Значит, и в этом активе, по этому активу на текущий момент нахожусь я без позиции. Итого у меня в портфеле золотой руно на текущий момент 140% доллара против рубля. Значит, держим руку на пульсе по поводу РТСа, а по поводу нефти марки Brent и золото. Все уровни я, скажем так, уровней, это более понятно для людей, которые занимаются трейдингом, скажем так, интуитивным, они озвучены. У меня на самом деле я анализирую не уровни, а цены. Но если мы посмотрим по минимуму, максимуму предыдущих периодов, то на текущий момент очень благоприятная атмосфера складывается для того, чтобы данные активы взять. Но все будет зависеть опять так же, как вы говорили, от того, что скажет наш уважаемый президент, то, что будет происходить в мире. В мире происходят какие-то ужасные вещи, о которых даже не хочется говорить. Поэтому давайте будем ждать развития событий и очень внимательно смотреть за своими позициями, не отвлекаться ни на что, и хотя бы там 2-3 раза в день нужно смотреть, даже если у вас открыты какие-то длинные, долгие, долгосрочные позиции. Потому что в этом мире, возможно, все, черных лебедей у нас никто не обменял. Так что удачных торгов, скоро уже откроются наши биржи. Спасибо, Майя. У меня один вопрос. Вы озвучили уровень, я знаю, что вы торгуете по ценам, на уровне прозвучал, что вы будете покупать нефть с уровня 62-63 за баррель. Я хочу уточнить, что вы будете с этого уровня делать? Покупать нефть или продавать? Покупать нефть, соответственно, в лонг, да, буду брать данные активы. То есть вы поверите с уровня 62-63, что эта цена уже идет вверх? Я уже ничему не верю, но система предполагает, что я должна это взять и смиренно ждать либо стопа, либо прибыли. Вот, поэтому, собственно, систему я не могу обмануть. Она у меня хорошая, она у меня хорошая, она мне дает прибыль, поэтому я ее слушаю. Ясно, ясно. То есть, Майя, я предлагаю тогда назвать наш ролик, Майя Зотова, буду покупать нефть с уровня 62-63 доллара за баррель. Как вам? Можно так, да. Выберем оптимистическую, потому что те нотки, которые были пессимистические, пессимизма и так хватает. Давайте будем сегодня немножко оптимистами. Да, давайте, удачного дня и хорошей торговли. Спасибо, Майя, вам также удачной торговли сегодня. Коллеги, у нас была в гостях Майя Зотова, управляющая активами из Москвы. Давайте послушаем других наших гостей. Дмитрий Семенов, компания Калита Финанс. Дмитрий, доброе утро. Так, сейчас, одну секундочку. Все, мы вас слышим, слышим хорошо. Замечательно, замечательно. Ну, я буду, как всегда, в своем стиле. Никаких идей. Но покажу, что было вчера. Значит, вчера было у меня три позиции, Игорь. Евро, доллар, продажа, вот шарик, дивиденд. Тут был продажа. Объяснять, почему две позиции не буду. Даже не знаю, как объяснить. Ну, хотя нет, знаю, как объяснить. Давайте объясню. Давайте. Канал, середина канала. Вчера котельные, порт середины канала торговали. Стоп-лосс вот здесь был. Чуть выше вот этой ерунды. Максимум вот этого. Ну, как видно, все по плану. Движение в поддержке канала. Все хорошо. Второй график. Доллар, канадский доллар. Покупка была здесь. Объяснить, почему не могу. То есть, некоторые сделки у меня не поддаются объяснению логическому. Чисто по опыту. Короткий стоп-лосс был. И поэтому я, в принципе, туда и вошел. Ну, как видно, рост неплохой, более 100 пунктов. А вот еврофунт, я даже объясню, почему. Тут вообще красивая картинка. Нисходящий канал, как вы видите. Был пробой канала. И вчера был техвозврат у нас. Смотрите. Красивый техвозврат. Классическая картинка. 100 пунктов. Еврофунт дорогой. Если брать контракт 0.1 лота, как в коллективе финанс, минимальный размер контракта 10 тысяч базовая валюта, то, соответственно, пункт стоит 100 рублей. Есть более 100 пунктов падения. То есть, умножьте с каждого лота десятка тысяч рублей. Маржа по еврофунту около 2 тысяч. То есть, процент, сами можете видеть, какой на форте может быть на большом ключе. Вот. Значит, идей, как обычно, сегодня у меня нет. Если честно, их вообще нет. Хотя одна есть, но озвучить я ее не буду. Ну, по понятным причинам. Вот так вот. Завтра, если это сейчас работает, я вам покажу и расскажу. Хорошо. Договорились. Всем удачных торгов. Не забываем про правила правила покупателя. Спасибо, Дмитрий. Вам также всего доброго. Удачных. Спасибо, Ваше. Коллеги, с нами был Дмитрий Семенов, трейдер компании «Калитафинанс». А я забыл бросить монету сегодня. У нее две стороны «BuySell». Пожалуйста, загадайте свой финансовый инструмент, и монета подскажет нам направление сделки. Бросаем монету и смотрим. «Buy» сегодня монета нам подсказывает, и это очень хорошо. Следующий наш гость – Юрий Чеботарев, управляющий активами из Москвы. Юрий, доброе утро. Доброе утро. Как оно вам видится в плане открытия сегодня? Ну, судя по тому еще, что вчера понизили рейтинг. Ну, вот Юрий начал... Да, да, вы начали со слов, что понизили рейтинг. Вы меня слышите, да? Да, сейчас слышим, да. Судя по тому, что еще рейтинги вчера понизили российским компаниям крупным, и как раз и цены пошли этих компаний вниз, то я думаю, что сегодня, так сказать, на какой-то значительный рост мы не можем надеяться. Скорее всего, что будет какой-то либо боковик, либо дальше пойдем вниз. Вот такие мнения. Ясненько, Юрий. Спасибо большое. Удачных вам торгов сегодня. Это был Юрий Чеботарев, трейдер из Москвы, управляющий активами. И мы на этом нашу программу завершаем. Удачных вам торгов. Внимательно следим за акциями Магнита на открытии. Смотрим, куда они двинутся. Хороших вам торгов. Встречаемся завтра, как обычно, в 9.30. Кстати, в 7 вечера сегодня встречаемся на награждении победителей ЛЧИ. Не забывай, сегодня в 7 вечера у нас это мероприятие. Я там буду. Обязательно увидимся.